Глава города рассказывал Алексей Калмаков проверил этапы строительства школы в городе и рассказал о планах относительно уже имеющихся образовательных учреждений. Просторные кабинеты, будущие лаборатории, спортивный комплекс и многое другое наша съемочная группа увидела вместе с коллегами из области. Новая школа на улице Гоголя – это инновационный комплекс, рассчитанный на 900 учеников. Она позволит разгрузить все другие городские школы и полностью отменить вторую смену. Последний раз новое образовательное учреждение строилось 30 лет назад, а сегодняшний объект строительства сможет гордо называться Рассказовским-Сколково. Стены ничего не дают. Самая главная начинка, сама мысль, что здесь будет. А здесь будет центр современных индустриальных технологий. Здесь будут стоять станки для раскроя. Дети будут работать с тканями, дети будут работать с камнем, с какими-то другими, с деревом и так далее. То есть дети будут у нас подготовлены для того, чтобы войти в новую жизнь. В школе будут работать четыре образовательных корпуса – спортивные и тренажерные залы, столовая, бассейн, стадион и гаражи для пассажирского транспорта. Все строительные работы должны завершиться 1 декабря, а принимать новых учеников школа сможет с 2019 года, после того, как классы получат необходимое для обучения оборудование. А все педагоги пройдут переподготовку для работы в образовательном учреждении нового поколения. На проекты выделено более 800 миллионов рублей, из которых пока освоена только половина. Вот здесь будет школа полного дня. И здесь будет такой центр для всего микрорайона Арженко. Будет такой центр спортивный. Вот здесь будет и футбольное поле, и волейбольное, и поля будут, и для тенниса, и так далее. В последнее время среди горожан ходят слухи касательно обрушения потолка и ряде других несовершенств. Однако глава города опроверг эту информацию. Алексей Калмаков отметил, что новая школа станет центром всего микрорайона, куда захочется прийти детям и из других частей города, подчеркнул он. Не исключил руководитель, что, возможно, в нее придется записываться за несколько лет до начала обучения. Все остальные образовательные учреждения города продолжат свою работу в прежнем режиме. Николай Теплов, Никита Желтов. Новости ТВ Рассказыва.